Он родился еще до войны в 36-м в Гомеле. В Ульяновск попал школьником. Рисовать любил с детства, но о том, что станет художником, даже не думал. После школы Аркадий Ягуткин поступил в технический вуз. Работал на автозаводе конструктором, затем на механическом заводе, а потом в Ульяновской правде. Аркадий Ефимович стал членом Союза журналистов еще за 10 лет до вступления в Союз художников. Однако все-таки именно рисование определило дальнейшую жизнь. Конечно, меня подвигло профессионально заниматься изобразительным искусством. Это встреча с Аркадий Александровичем Пластовым. Меня Федор Решетников, вот есть такая, помните, академик, автор, вот опять двойка такая картина была. Он меня там свел с Пластовым в Москве, и Пластов пригласил меня бывать у него. И вот это для меня большая духовная школа была. Если бы не он, я бы так и не остановился на этой стезе. Он сказал просто, что тебе надо учиться. Внимание великого художника бесценно. Он стал духовным наставником и в какой-то степени учителем. Но в творчестве Ягуткин никогда никому не подражал. Его стиль особенный, а мысль глубока и проникает в самые разные сферы человеческого существования. Выставка, посвященная 80-летнему юбилею художника и 55-летию его творчества, это настоящая феерия сюжетов и идей, техник и приемов. Такое разнообразие, как уже говорилось здесь, и стилей, и видов, которые все знакомы, потому что я была и в Смородино, которая является одним из любимых мест автора. Поэтому мне эти пейзажи просто близки сердцу. Потрясающие женские портреты, часть из которых я тоже знаю, оригиналы я имею, из которых они были написаны. Просто, не знаю, трогающие душу библейские сюжеты. Вот если мне сейчас попросить сказать, вот какая-то одна или две, может быть, картины, то даже не хватит пальцев на руках. Это просто изумительно. Я очень рада, что у нас есть такой чудесный художник. Здесь собраны лучшие картины, и этих трех залов, галереи мало, чтобы отобразить весь творческий мир художника в полном объеме. Кстати, именно Аркадий Ефимович с коллегами добился, чтобы это здание было отдано под выставочный зал. Он более 15 лет руководил Ульяновским союзом художников, был профессором в университете. Его вклад в развитие изобразительного искусства Ульяновской неоценим. Мы знаем друг друга очень давно, с 65-го года, я сейчас все это вспоминаю. И бок о бок это шли вместе. Мы все очень рады, потому что у нас нет такого зависти или подзуживания, подножку там поставить. Мы друзья. А за друзей болеешь, как и за себя. Так что мы ему желаем зрителя хорошего. Ну и чтобы, в конце концов, заказчик был у него. Сейчас Аркадий Ефимович живет в Израиле. Земля обетованная располагает к творчеству. И за полтора года пребывания вдали от малой родины он успел нарисовать около 60 картин и провести персональную выставку в центре Иерусалима. Возможность работать – вот секрет счастья известного художника. Счастье в этом, я вам честно скажу, это в процессе работы. В процессе работы. Вот это бодание, холста, удача, неудача. Вот это счастье. Вот это счастье. Срывы, там, с выставком, но это не главное. Главное вот работать с предметом, с холстом, с кистью, с карандашом и так далее. Вот в этом счастье. Картины Ягуткина сегодня находятся в собственности художественного, краеведческого и других областных музеев. В частных коллекциях, в России и за рубежом. Увидеть работы народного художника России ульяновцы смогут до 11 сентября в выставочном зале «Картинная галерея». Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73. Продолжение следует...